Всем привет! И сегодня новый урок по программе Cinema 4D и Photoshop. В этом мы создадим вот такую композицию. Да, с этими буквами цифрами. Итак, погнали! Значит, новый документ. Идем в настройки. Ставим нужное нам разрешение. В любое разрешение можете выставлять. Ну и пока оставим. Далее создадим поверхность, на которой будет стоять наше изображение. Точнее, наши буквы и вообще вся наша композиция. Итак, убираем сплайн линейный. Нажимаем на колесико мыши. И переходим в вид спереди. Здесь ставим точку сюда. Затем центр. Ну и вправо. Все отлично. Нажимаем на тип в... А, стоп. Нажимаем право кнопку мыши. И здесь выбираем... Сейчас скажу. Добавить точку. Вставим одну точку вот сюда, другую сюда. Примерно в одном и том же месте. Опять нажимаем на наш сплайн. Здесь настройки находятся любого объекта, который здесь находится. Убираем здесь в сплайн, чтобы он был изогнут. И отлично. Так, переходим. Нажимаем на модель. Чтобы двигать не отдельные точки, а целый каркас. Далее нажимаем Ctrl. Зажимаем на синюю стрелочку. На синюю стрелочку, зажимаем Ctrl и тянем вправо. Отлично. Теперь нам нужно их соединить, чтобы у нас появилась поверхность. Ну, точнее, да, между ними. Здесь выбираем... Сейчас скажу. Лофт. Помещаем оба объекта в него. И соединяются наши... Закрываем его и соединяются наши сплайн. Отлично. Надеюсь, все понятно. В принципе, если ничего не понятно, просто делайте то, что я делаю. Повторяйте мои движения и действия. Отлично. Так, теперь я выставлю свои предыдущие координаты, в которых я, ну, в тот раз, значит, действовал, работал. Это вы не можете не делать, хотя, если хотите сделать, в этой работе будет главное даже размещение света и всей работы в определенной точке на поверхности. В определенных точках, то есть... То есть, эти самые координаты так. Ну, то есть, если, например, я помещу свет не вот сюда куда-нибудь, а вот сюда, то композиция уже будет выглядеть по-другому немного. Тень будет падать по-другому, соответственно, не будет такой контрастный. Итак, идем в мограф, текст, и пишем здесь любой текст, который вы хотите. Я пишу 500V, ну, я не знаю, вольт или ватт, я немного забыл. Да. Дальше опускаемся вниз, ищем шрифт, который нам мне нужен. Мне нужен вот этот. Отлично. Глубину выставим на 75, в принципе, самая приемлемая глубина. И сразу же создаем сплайн текст, чтобы сделать ему окантовку. Пишем здесь то же самое название. Буква V большая у меня. И выбираем тот же самый шрифт. Вот он. Отлично. Окантовка создана, но она у нас не объемная. В предыдущей работе я делал ее прямоугольной, прямоугольного типа. Поэтому создаем образ, значит, сплайн прямоугольник, и создаем объект свип, нормс свип. Кидаем сплайн в наш свип, и затем кидаем текст под сплайн. Что у нас произошло? Мы сделали, придали тексту какой-то объем. Нажимаем на сплайн прямоугольник и уменьшаем его до, до размера в, до такого размера, 8, 8 сантиметров, походу, это радиус. Отлично. Теперь, что произошло? Я сейчас объясню свип. Сплайн это такая функция, при которой мы можем преобразить какой-либо объект. Но какой? На данный момент это объект текст. Сплайн текст. В какую форму мы его должны преобразить? В прямоугольник. Как видите, у нас он угловатый. Если бы мы выбрали здесь, например, окружность, поставили вместо сплайн прямоугольника окружность, он бы был у нас закругленный. Очень все просто, элементарно. Вот. Так, хорошо. Давайте повернем его, нет, давайте возьмем наш свип и давайте немножечко поиграемся с настройками, ну, для того, чтобы преобразить, ну, в общем, чтобы они у нас были примерно на одной высоте, текст и окантовка. Нажимаем на колесик и ведем вид спереди. Вот наша поверхность. Где она здесь? Loft. Вот она здесь находится. Это линия. И нам нужно текст поставить на нее. Значит, набираем свипнорбс и объект текст с зажатым шифтом. И помещаем, ставим как бы на поверхность. Отлично. Все, нажимаем на колесико, идем в обратный вид. Фронтальный. Ну, как видите, текст у нас немного летает. Хм, да. Для этого нам необходимо свип этот немножечко либо поднять, либо что-нибудь еще с ним сделать, опустить, я не знаю даже, да. Теперь можно, сейчас скажу, попытаться, можно попытаться его как-то преобразить. То есть, чтобы окантовка была ровна по отношению к самому тексту. Итак, для этого выбираем здесь сплайн текст и в M. M, не знаю, что это, по-моему, забыл, как называется. Ну, в общем, по оси Y масштаб, наверное, масштаб вряд ли. Это английский, английский здесь текст. Так вот, уменьшаем, значит, масштаб, в общем, по оси Y. Отлично, ну, пусть немножечко торчит. Вот, ну, достаточно все круто, мне кажется, да. Ну, то есть, все просто. Хорошо, не будем рассматривать, мы тем самым теряем время. Далее, не хочу просто делать этот урок более долгим, более длинным, хотя его можно укоротить. Итак, нажимаем на зелененькую, зелененький горизонтальный ось, в общем, нажимаете, дальше нажимаете Shift и начинаете крутить. Отлично. Когда мы нажимаем Shift, мы крутим по интервалу в 10 градусов, а так по единице, если вы обратите внимание. Сейчас вам покажу. Двигайся же ты. Ой, вынес. Вот, смотрите, например, раз, и вот по единице, по единице, а так по десяткам. Все круто, да? Далее, давайте я выставлю координаты. Так, возвращаемся к тексту нашему, берем координаты. Так, отлично. И выставляем здесь, я попытаюсь, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так, 1,1, точка, 124, далее, и 271, точка, 288, давайте применим, посмотрим, что из этого выйдет, да? Текст у нас находится где-то далековато достаточно, да? Хорошо, тогда давайте подвинем наш вот этот лофт назад чуть-чуть. Ну, вроде бы координаты нормальные. Хорошо, давайте поднимем текст, поставим его, скажем так, на поверхность. Давайте для точности перейдем в вид спереди и посмотрим, где у нас тут линия, да, он примерно стоит прямо на нашем, на нашей поверхности, даже немножечко выходит. Отлично. Даже эта буква немного подлетела. Хорошо, неважно. Далее, теперь нам необходимо, что, 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 теперь давайте создадим, ну, давайте все, но пора переступать, создавать розетку. Угу. Круто. Далее. Давайте перейдем в вид представления, быстрое затемнение линии, так как-то все выглядит более живо, ну, более, более контрастно и все более, более грамотно видно все. Теперь, блин, да что б тебе. Так. Берем, берем, значит, кубик, нажимаем на куб, создается у нас куб, логично, так. Если буду отвлекаться, ничего страшного, я просто давно делал этот проект, скажем так, и, ну, естественно, подзабыл, что я, собственно, делал. Ну, сами подумайте, я же не все там, я делаю все по вдохновению, скажем так, и поэтому уходит на это, например, ну, долгое время, то есть я подбираю цвет, материал, все это потихоньку, и точно не могу сказать вам, точно не помню, что я применял. Так, ладно, неважно, забейте все, что я сейчас сказал. Ну, нажимаем объект на кубик, и здесь выбираем объект, фаска. То есть, грани, чтобы у нас были более круглыми. Размер фаски давайте выставим на 2, да, а сегменты на 10, чтобы было более сглажено. Круто. Даже здесь, наверное, ну, так, где-то так. Все. Теперь сразу выставим координаты. Сейчас я посмотрю. Так, координаты какие-то простые, сейчас попробуем их применить. 0. Так, 0. 0, 0, 0. Так, значит, 66.5. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, непонятные, непонятные какие-то координаты. Посмотрим, может быть, размер. Так, хорошо. Ладно. Берем, значит, текст. Давайте его немножечко подвинем. Сюда. Да, даже немножечко назад, потому что... Чтобы все было круто и так далее. Розетка, розетка. Отлично. Вот она, розеточка наша. Поставим-ка мы ее... Где у нас здесь? Давайте вообще создадим камеру. Вот она, камера. Перейдем в нее, в камеру. Вид от камеры, чтобы у нас был. И давайте примерно попытаемся восстановить... Попытаемся восстановить нашу картину, как она у нас выглядит. Угу. Здесь у нас... Здесь у нас текст находится немного под более закругленным. Вот так где-то примерно. Да, отлично. И давайте попробуем подобрать... Подобрать... По-моему, вот самое то. Ну, не самое, но... Попытаемся восстановить нашу, значит... Нашу картину. Ну, давайте, давайте где-то вот так она находится примерно, да? Только здесь приблизить нужно, это во-первых. Во-вторых, текст... Точнее, розетку... Ну, немножечко... Я думаю, увеличить. Так, а текст у нас немножечко закруглить. Ну, в смысле, повернуть, закруглить, говорю. А, и где-то, ну, что-то, что-то в этом есть. Да, розетку может быть чуть-чуть повыше. Да, ну, примерно, да. Далее. Мы что делаем дальше? Мы оставляем камеру, убираем ее. Ну, в смысле, она у нас остается здесь, где она, вот она. Вот она. То есть, если в любой момент мы можем в нее переместиться снова. Ну, вот. Отлично. Далее давайте создадим отверстие в этом... В нашей розетке. Для этого нам необходимо создать... Цилиндр. Повернуть его. 90 градусов. Я уже говорил, как это делается. Чтобы гладенько все вышло. И, собственно, уменьшить. Дальше идем в вид справа. И попытаемся поставить примерно его в центр нашей розетки. Круто. Примерно так. Может, чуть-чуть даже уменьшить, но сойдет. Отлично. Длина его не особо... Нет разницы, какая длина будет. Хотя нет. Есть разница небольшая. Ну, пока что она не нужна. Далее. Идем в... Идем вот сюда, в общем, и создаем объект булев. Чтобы, значит, им воспользоваться, нам нужно переместить в него наш объект куб, а потом цилиндр. Да. И, собственно, происходит у нас следующее. Кубик наш. Он как бы... Булев это выдавливание. Вот. И мы как бы помещаем сначала куб, то есть объект, который у нас будет выдавливаться. А затем помещаем под него, под кубик, объект, который будет выдавливать то, что нам нужно. И теперь, если мы попробуем ее поперемещать, то вот, собственно, получается вот такая вот интересная штучка. То есть мы можем даже вот диаметр его менять. В смысле, в пуклость, скажем так, да, смешно. Вот. Этого мы не будем делать. То есть отверстие мы делаем немного другим способом. Мы сделаем пол... И мы сделаем здесь диск. Создадим. Это может быть немного, так сказать, глупо. Но... Да, так мы и будем. Ну, хотя подумаем. В общем, оставляем так, как есть. Так, можно сделать его, наверное, невидимым. Ну, тут красную точку поставить, два раза нажать. Невидимым при редакторе. То есть он не будет нам сейчас мешать. Ну, а так хотите, если он вам не мешает. Вот. Ладно. Теперь, что давайте создадим сразу ему... Отверстия розеточные. Ну, у нас фигня в том, что нам... Как бы сказать вам. Если мы... Давайте попытаемся копировать. Сейчас я попробую. Да, не получится у нас. В общем, попытаемся создать следующее. Значит, с зажатым контуром выносим наш цилиндр. И помещаем в него, вовнутрь этого цилиндра. А давайте уменьшим. Да, ладно. Хорошо. Удаляем то, что мы создали. И сделаем по старинке. Значит, берем цилиндр. Убираем его на максимум туда, на центр. И создаем нам... Так, берем кубик. Еще один. Так, уменьшаем его на максимум. Нет, еще уменьшаем. Отлично. И переносим наверх. Здорово. Далее нам необходимо заполнить наше внутреннее отверстие. Растягиваем его по нужной нам длине. Нет, нет, нет. Только не выходи. Так. Ну, примерно до предела. Чтобы у нас, кстати, не виднелся. Нигде вроде он нигде не виден. Хорошо. Теперь давайте создадим вот такой цилиндр. Мы просто с зажатым контуром копируем. Выносим из объекта булев. Булев можно закрыть. Далее уменьшаем этот цилиндр. И перемещаем справа. То есть мы также выдавим сейчас отверстие. Наши розетки. Примерно они... Ну, примерно, я думаю, такого размера. Ну, хотя они здоровенные. Пальцы-то в них можно засунуть. Ну, ладно. Так, все, это не важно. Еще такую же копируем. И перемещаем. 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 Рядом. А это немножечко... Немножечко подальше. Круто. Теперь нам необходимо создать еще один объект булев. Поместить туда кубик. Затем цилиндр. А зачем цилиндр поместить в цилиндр? Чтобы у нас, собственно, появилось... Оба они исчезли на время. Вот. На время я имею в виду, чтобы они исчезли. То есть, если мы вытащим оттуда объект, то у нас цилиндр с ним ничего не станет. Нам нужно именно поместить внутрь этого цилиндра второго, чтобы они... Ну, в общем, чтобы они выдавились. Отлично. Берем первый цилиндр. Автоматически, так как мы поместили нижний цилиндр в верхний, они оба выделяются. И берем стрелочку, тянем его внутрь туда. Ну, собственно, появляются у нас эти отверстия. Здорово. Так, отлично. Ну, что-то в этом есть. Далее. Далее, далее. Материалы пока не будем создавать. Далее. Что у нас появляется? Что у нас получается, собственно говоря? Верхний булев и нижний булев мы зажимаем Ctrl-Alt-G. И на английской раскладке. И создается у нас группа объекта. То есть, это розетка. Так и назовем розетка. Ой. Буквку пропустим с ошибкой. Ну, ладно. Так, розетка. Копируем ее с зажатым Ctrl-Alt-G, тянем вверх мышкой. И давайте ось объекта, выравнивая ее, поставим стрелочку, чтобы она загорелась у нас. И поместим в центр. В центр нашей розетки эту ось. Так как мы создавали много объектов, убираем галочку, то у нас наша розетка, ее центральная ось, ну, ее центр, он находится где-то в непонятном месте. А мы сделали его, поместили назад. Итак, создаем. Значит, создали. И помещаем рядом. Здорово. Собственно, две розетки. Так, далее. Что далее? Далее, ну, все, мы создали розетку. Отлично, надо быстрее работать. Далее создаем аккумулятор. Для этого нам необходимо взять кубик. Вот это будет немножечко посложнее, мне кажется. Потому что я не очень помню, как я ее делал. Ну, ладно. Что-нибудь да вспомним. Итак. Вспоминаем глубину. Ну, допустим, такая сойдет. Так, хорошо, попытаемся его воссоздать. Ну, для начала давайте нажмем фаска. Здесь поставим 2 сантиметра. Нет, нет, не 2. 3, наверное, даже 4. Даже 5. Или сколько там? Даже, я бы сказал, 6, 7, 8, 9. Да, вот так где-то сойдет. Отлично. Так, хорошо. Все, создали. И сегменты давайте на 10 тоже поставим. Все, круто. Ну, хотя это уменьшено, на 7. Все. Теперь нажимаем, значит, на наш... На нашем... В общем, переводим в режим редактирования. Наш кубик. Переходим в вид. Сейчас я вам скажу, куда вид с... Так, вид, вид, вид спереди. Да, вид спереди. Относим его немножечко вправо, чтобы тут не мешалось. И идем в... Нажимаем на линии. И сейчас будем полигонально моделировать. Если это можно так сказать. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте, знаете что? Давайте вернем вообще эти действия наши. Выйдем из режима редактирования. Ну, Ctrl-Z. И давайте создадим ему сегменты по горизонтали. Точнее, горизонтальные сегменты. Вот так где-то сойдет. Три штуки. Четыре штуки я здесь создал. Отлично. И теперь переводим в режим редактирования. Отлично. Далее. Нам необходимо выбрать здесь инструмент выделения. Как он называется? Сейчас мы курсором. Выбираем прямоугольное выделение. И здесь выбираем выделить только видимые элементы. Снимаем галочку. Собственно, все. Нажимаем. Так. Сейчас попробуем. Секунду. Так, а это у нас... Да. Отлично. Выбираем здесь точки. И выделяем вот этим вот инструментом три точки. Тянем их вправо немножечко. Затем убираем среднюю точку и тоже ее тянем вправо. Собственно, мы сделали выпуклость такую, да? Ну да. А вот это все можно подтянуть. Вот таким вот образом. Чтобы не была у нас слишком толстая. А галочку мы здесь поставили, чтобы выделялись непосредственно все точки, попадающие в радиус нашего курсора. То есть и задние, которые мы не видим. Ну, я думаю, вы уже догадались. Отлично. Что непонятно, пишите в комментариях. В принципе, я для того и показываю, чтобы что-то непонятно, если я делаю что-то непонятно. Вы просто-напросто срисовывали меня. Ну, я же здесь делаю что-то. Ладно. Так, все. Теперь нам необходимо создать из другого объекта... Ну, давайте создадим кубик, еще один. Переместим его. Уберем объект. Переместим его сюда. Уменьшим. Создадим эту розеточку, такую вилочку. Круто. Так. Отлично. Сюда. Отлично. Далее. Далее, далее. Давайте уменьшим его все-таки еще немного. Так. Вот такой вот у нас будет. Круто. По центру желательно поставить его. Угу. Все. И создадим посередине еще одну линию. Два сегмента ставим. Далее. Фаска, фаска. Где у нас фаска? Вот она. Один. Я думаю, один просто поставим. Вот так вот один. А здесь пять так и оставим. Все. Ну, небольшую закругленность. Все. Теперь также переводим в режим редактирования. Идем в точки. Убираем наш инструмент. Галочку снимаем, если у вас здесь стоит. Далее идем. Так. А никуда мы не идем. Здесь остаемся. Например, просто поровнее сделаем. Ну, хотя давайте в вид справа. Здесь отлично. И растягиваем. Выделяем. Берем инструмент масштабирования. Растягиваем разные стороны. Ага. Растянули. Далее еще раз берем этот инструмент. Идем в вид справа. И здесь уже немножечко назад подделаем. Но здесь необязательно. Здесь все равно не видно. Все. Вообще, это нам у нас... Это не видно ничего. Так что здесь вилку особо не надо прорисовывать. Понимаете? То есть, нажимаем Shift. Да. Выбираем объект. Снова нажимаем. Нажимаем на первый куб. И с зажатым Shift на второй. Нажимаем Alt-G. Создаем группу. Пишем. Вилка. Да. Вилка от розетки. Ну, вилочка у нас такая знатная. Вот. И помещаем ее в натуре в нашу розетку. Уменьшаем. Если масштаб большой. Фу. Если бы масштаб преувеличил. Ну, не понравился вам. Вот. Так. Теперь. Теперь нужно подогнать как-то. Чтобы оно загораживало розетку. Загораживали эти отверстия. И в то же время не пересекалось с текстуркой. Ну, для этого, наверное, нужно сделать следующее. Так. Вид справа. И спереди. И подтянуть. Подтянуть наш. Нашу. Нашу первую. Вот эту вот. Наш первый куб. Нажимаем точки. Подтянуть их немножечко. Выделяем все. Назад. Вот так. Вот эта техника творит чудеса. Что говорится. Все. А вот эту. Ну, я думаю, ее просто-напросто немножечко. Сейчас выберем куб. Просто растянуть можно. И. Подвинуть. Вот. Сойдет. А, да. У нас же во второй она, по-моему. Да, там? Да. Хорошо. Во второй, только во второй. Тем более у нас не видно ничего. Ну, так вот все очень просто. Достаточно, видите. То есть, даже непрофессионально, можно так сказать. То есть, без лишнего. Ну, нафига нам прорисовывать вилки, согласитесь. Это вот профессионал-непрофессионал? Смысла нет. Зачем? Вот так вот. Все. Мы почти закончили. Я в это не верю. Обалдеть. Вот. И провод. Теперь нам нужно рисовать. А, не. Блин. Материалы делать. Вот. Ладно. Провод. Идем вид спереди. Так. Там меня хорошо слышно. Надеюсь. Так. Идем. Берем сплайн. Сплайн кубический. И начинаем рисовать от, значит, нашего аккумулятора. Раз. Два. Три. Так. Чуть-чуть подвинем. Четыре. Пять. Шесть. Так. Так. Он прямо, по-моему, идет. Да. Отлично. Вот. Ну. Чтобы его подвинуть полностью, полностью, чтобы его подвинуть, нужно нажать на объект. И у нас выделился весь сплайн. И подвинуть его примерно туда, куда нам нужно, короче, повернуть. И снова подвинуть. У вас может быть такое, что... Что... Вот этот вот... Как это называется? Сейчас. Переместитель, короче, да. Функция перемещения. Она, как бы сказать, поворачивается в зависимости от... От поворачивания вашего... От разворота вашего объекта. То есть, по отношению к нему. Чтобы этого не было. Чтобы она была четко всегда... Всегда на одном и том же месте. Она не вертелась. Видите? Она повернулась. Вам нужно нажать вот сюда. И вот, видите, она все время в одной позиции. Как бы я не вертел на шлине, она все время в одной позиции. Вот. А это нет. Все. Интересно, да? Сам недавно узнал. Не то, что недавно, но... Относительно... Не сразу, скажем так, да. Все. Так. Надо скорее сделать ее там. Навертел тут. Сейчас отменяю назад. Что-то навертел. Вот. Все. Вот так сойдет. Нет, нет. Так. И назад. Чуть-чуть. Отлично. И тем же способом мы сделаем и придадим ей форму. Как раз таки сейчас поучимся. Итак, создаем свип. Еще один. И круг. Чтобы у нас провод был круглый. Мы кидаем сплайн в свип. А. Сначала кидаем в кружок. А потом свип. Отлично. Кружочек наш. Вот этот сплайн на кружок. Здесь мы берем инструмент масштабирования и уменьшаем. Вот. Ну. Что я сделал? Я уже объяснял. Я придал сплайну форму. Какую форму? Форму круга. Значит. Придал сплайну форму. Какую форму? Все круга. Все. Вроде более-менее понятно. Надеюсь. Пишите. Говорю. Что-то непонятно. Пишите. Не материтесь в чат. Просто пишите. Если что-то непонятно. И также пальчик не забывайте ставить зелененький. Он очень нужен. Чтобы сохранилось вам видео в плейлист. Понравившийся. Все. Так. Вот тут у меня есть материалы. Они готовы уже. Я их сделал. Так. Сейчас будем создавать. Идем в настройки. Здесь ставим окклюзию окружения. Где она здесь? Отличная. Итак. Материал. Первый материал. Розетка. А. У вас ничего здесь нету. Значит. Для того, чтобы создать материал, вам нужно просто два раза вот так кликнуть по нему. Отлично. И у вас создается материал. Дефолт. Скажем так. Итак. Первая. Розетка. Не. Давайте с текста начнем. Текст. Кликаем два раза. Итак. Что мы здесь делаем? Значит. В цвете мы загружаем вот сюда. Загружите изображение. Это текстура. Текстура у меня металла. Ну. Обычный металл и все. В принципе. Вы это можете просто загружать. Вы загружите изображение. И вот он у меня здесь есть от вены. Уровень. То есть это уровень как бы. Насколько он будет контрастным. Все дела. Вы выставляете на 57%. Ну. Я имею в виду насколько ярко он будет. Металл этот выглядит. То есть смотрите. Убираем самосвечение. Видите. Насколько темный он будет. Насколько. Насколько. Ну. Я думаю вы догадались уже. Все. Отлично. Далее выставляем самосвечение. Здесь выбираем френельку. Нажимаем на эту френельку. Выбираем здесь цвет. Видите. Два ползунка. Убираем на одном цвет. Фиолетовато-розовый. Такой. Окей. На ваш вкус. Хотя нет. Лучше делать как у меня. Вот координаты. Если хотите. Все точно. Ну. Вот они точнее. Если хотите. Все прям идеально точно выполнить. 252. 226. 204. Ахристый. Окей. И все. Возвращаемся назад. Яркости. Выставляем 150%. Это оставляем так же. Далее. Здесь у вас есть глянец. Вы его убираете просто-напросто в рельеф. Значит что мы делаем с рельефом. Выбираем цвет. Нажимаем вот сюда на эту стрелочку. И выбираем здесь копировать канал. Что мы делаем. Мы копируем эту текстурку. Которую загрузили в цвет. И нажимаем сюда. Здесь добавить канал. Если у вас английская версия. То блин. Ну там по-моему. Очень не важно. Интенсивность. То есть насколько рельеф будет у нас виден. То есть вмятины. Все такое. Встремление на 58%. Отлично. Все. Мы можем закрывать. И кидать наш материал. Прям на текст. Ой. Пардон. У нас не получилось. Это давайте найдем где у нас здесь текст. Так. Закроем это все. Вот он текст. И кидаем прямо на него. Вот так вот. Отлично. Далее. Создаем контур. Также кликаем два раза. Здесь мы оставляем только самосвечение. Френель. Оставляем все так же. Просто можно копировать даже этот материал. То есть мы берем текст. Нажимаем control. И копируем материал. Отлично. Идем. И просто снимаем галочки. С рельефа и с света. Вот у нас собственно создался этот материал. Вот. Вот он у меня. Давайте проверим на всякий случай. Френель. 150. Спереди. Сзади. Отлично. Использует рельеф. Галочка. И кидаем на контур. Вот у нас контур. Давайте его обозначим. Контур. Хотя уже сейчас это не важно. Какой-то у нас яркий. Ну пофиг. Далее. Далее создадем. Создаем. Создадим. Так. Для нашей поверхности. Да. Как же без нее-то. Создаем материал. Цвет. Цвет. В цвете выставляем белый. Абсолютно белый цвет. Окей. Все. Убираем все галочки. Просто цвет. Обычный белый цвет. Кидаем прямо на поверхность. Далее. Это вилка. Вот это самый аккумулятор. Такой здоровый цвет. Вот у нас собственно говоря цвет. Цвет мы ставим на... Очень легко запомнить. 49. 49. 49. Не знаю как это так получилось случайно. Просто навел сероватый. Серый цвет. Такой темно-серый цвет. Ставим окей. Все. Так. Рельеф. В рельеф мы тоже подгружаем текстуру. Камня. У меня вот она. Здесь как бы вам объяснить. Просто нужна шероховатость. У этой вилки. Просто... Ну как я не знаю. Нужно скидывать вам материал в описании. Наверное не нужен. Ну в общем я... Скинул. Блин не скинул. Взял свой. Вы возьмите свой. Отлично. И интенсивность на 20%. Она и будет так стандартно стоять по-моему. Глянец. Глянец мы делаем более острый. Выставляем здесь параметры значения координаты 32 и 50. Все. Достаточно все просто. Просто списывайте. Глянец у нас будет более острый. То есть глянец это я думаю вы знаете что это блик от света. Блик от света. Закрываем. И применяем на вилочку. Но применяем не на одну вилку. А на... Вот на всю. Чтобы у нас применилось и на внешнюю. И которая там внутри. Собственно говоря все. Далее создадем... Блин. Что ж я заговариваюсь то. Создаем проволоку. Пфу. Еп. Сколько можно. Пивка пойду хряп. А так. Все я пришел. Значит проволока. Блин. Да что ж такое малый вид. Ладно. Кликаем два раза по... Потому что у меня здесь написано провол. Вот почему я заговариваюсь. Провод. А не провол. Кликаем два раза. Вы создаете новый материал. Два раза. Бляха. Два раза вот так. Кликаете и создается новый материал. Давайте я прям с вами создам. Вот он цвет. Глянец. Все стандартно. Далее. Провод. Цвет. Выставляем чисто черный. Просто черный цвет. Ничего особенного. Глянец. Делаем максимально острый. Потому что провод у нас будет дико глянцевый. Провод у нас круглый. Поэтому блик на нем остренький такой. И он идет вдоль всего провода такой белой линии. Ну. Чтобы попытаться это воссоздать. Эту картину. Здесь он кстати говоря не заметен. Этот глянец. Если вы заметили. Вставляем здесь параметры. В общем делаем ему острым. 2375. Все закрываем. И применяем на наш провод. Где он у нас? Здесь по-моему вот этот. Да. Это он. Кинули. Круто. Далее создаем отверстие. Ну. Это у нас вот эти черные отверстия. Сейчас мы быстренько замутим. Значит берем здесь диск. Переворачиваем его на 90 градусов. Уменьшаем. И давайте мы просто его поместим сюда. Мы даже не будем для каждого создавать. Мы просто его создали и все. Нажимаем два раза по материалу. И отключаем все. Абсолютно все. Просто убирайте галочку и все. Ничего тут мудрить не надо. И кидайте на этот диск. Все. Создали. Все четко. Все. Работа готова. Можно рендерить. Почти. Тут недочет есть. Провод торчит. Для того, чтобы как-нибудь изогнуть его, этот провод, если вы хотите. А, подожди. Мы еще не все сделали. Вот. Мы наберем здесь сплайн. Убираем точки. И тянем из-за этой точки. Куда-нибудь ее отдаляем. Все. Отлично. Теперь нам необходимо создать главное. Просто главное. Если мы зарендерим, у нас ничего интересного в принципе здесь нет. Не, ну симпатично. Ну так относительно. Вот глянь здесь есть. Все. Теперь нам необходимо... Да, да, да. Нам необходимо кое-что создать еще. Мы забыли про розетку про нашу. Нажимаем в два раза. Создаем материал. Цвет делаем белой абсолютно. Беленькая розеточка. И ширину глянца выставляем на 16. То есть, ну это небольшая ширина такая, а вот высота на 100%. Сто ее процентов. Ослабление. 15. 15 процентов. 15. То есть глянец он дико-дико-дико-острый глянец. Дико-высокий. Кидаем это все на, знаете куда? На розетку 1, розетка 2. Мы с зажатым шифтом выделили их. И кидаем на какую-нибудь из них. Хоп. А, нет, стоп. На первую с зажатым контуром копируем и на вторую. Вот копировались. Две розетки у нас беленькие. Все. А теперь главное, что я хочу уже сказать, это свет. Да. Да, детка, это свет. Вот она, лампочка наша. Да, выбираем. Затемнение Гура. Теперь мы у нас... Теперь у нас свет мы увидим где тень, где что. Вот он наш свет. Значит, настраиваем. Сейчас его настраивать будем. Будет у нас голубоватый. Синенький такой. Яркость выставляем 50%. Отлично. Отлично. Здесь выставляем координаты 183, 205, 249. По-моему, так. Отлично. Тень, тень, тень. Выставляем поверхностное. И... Все. Да, отлично. Упс. Точечный цвет. Нету нажал. Все. Теперь просто-напросто его... Давайте. Давайте мы его... Сейчас скажу. Так. Сейчас. Выставим куда нужно. Оуе. Так вот. Выставим, значит, копернем. Так. Нажимаем на стрелочку. Зажимаем Ctrl и тащим вот сюда. Тащим сюда. Смотрим. Да. Выставляем теплые координаты. 224. 212. И 115. Ахристый. Вуаля. Так. Да. Но, наверное, 200 все-таки. 44. Выставим поярче. Да, отлично. Ну, так же 50% яркости. Тень. А, вся та же поверхностная. Тень, вся та же поверхностная. Дальше. Все. Ну, правда, вот этот цвет, цвет нужно сделать... Так, где он у нас? Да. Нужно его сделать чуть-чуть пониже. Ну, вообще поменять немножечко его координаты. Круто. По-моему, да. По-моему, круто. Все. Мы расположили цвет, источник света, значит, как надо. Да. Отлично. Отлично. Далее идем в настройки. Выставим здесь функцию, значит, эффект глобального освещения. Чтобы у нас... Наш текст, ну, он должен светиться при функции самосвечения. Вот, собственно, о которой я и говорил. Вот, самосвечение. Чтобы она работала, вам нужно выставить этот параметр. И... Так. Попробуем, наверное, зарендерить. Так, введем в камеру в нашу. Вот в эту. Ну, вот. Собственно, вся работа и готова. Здесь, правда, можно даже, знаете, чуть текст наш немножечко повернуть. Хотя это не суть. Но, может быть, и суть. Ну, не знаю даже. Ладно. Итак, камеру, камеру. Так, мы находимся в камере. Выберем быстрое затемнение, чтобы у нас четко видеть все объекты. Да, вполне себе. Так, все, урок слишком затянулся. Подгоняем композицион наш. Ну, точнее, как будет, как мы будем... Значит, вроде все шикарно. Так, нормально. Отлично. Все. И нажимаем кнопку рендера. И все, и ждем. Подвинем. Ну вот, собственно, рендер почти завершен. Да, он уже завершен. Буквка у нас подлетела все-таки немного, да. Вот, ну, отлично. Далее мы что делаем? Мы берем, нажимаем сохранить как. Так, выбираем здесь статичное изображение. Тип формата, точнее, это у нас JPEG. JPEG это обычное изображение, качество максимально высокое. И сохраняем его как 50V. 50V, да, 50V в натуре. Все. Дальше нам нужно запустить the program. Запустить программу. Как вы думаете, какую? Конечно же, Photoshop. Вы что думаете, что это тот... Так, 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 скрипт, менеджер. Так, где у нас окно менеджер? Так, подожди-ка. Окно. Менеджер. Сейчас, секунду. Менеджер изображений. Вы что думаете, что это финальный результат? Нет, конечно, он будет отличаться от моей предыдущей работы. Да, сильно. Ну, я в том смысле, что... Общать своим типом, своим внешним видом. Здесь она немножечко другая. А, можно... Кстати, для какого-то там большего результата вы можете поставить здесь настройки, сглаживание, максимальное. И увеличить тут все на максимум натуре. Вот. Но я ничего не сделал. Во-первых, это занимает рендер, а во-вторых... Блин, я думал, запись не идет. А во-вторых, особого эффекта тут нету, как говорится, да? Нажимаем открыть. На рабочем столе выбираем наш вот этот 50V. 50 вольт или ватт. Точно не помню. И все. И начинаем мудрить. Так, отлично. Начинаем. Берем инструмент перо. Для начала создадим наши вот эти вот линии, симпатичные, да? Электрические. Вот. Так. Значит, я надеюсь, вы умеете обращаться с фотошопом. На альтом. Зажимаем альт, крутим колесиком. Вот, шифтом можно перемещаться. Ладно. Так, наверх. И начинаем здесь рисовать эти линии. Эти самые линии. Просто можно сравнивать вот так вот, если хотите. Хотя тут, в принципе, на фантазию. Отлично. Нажимаем в пустое место. Здесь нам необходимо нажать следующую кисть. И выбрать размер. Размер у нас будет единичка. Ой, пардон. Всего лишь единичка. Мягкая. На ноль. Мягкость. А цвет у нас будет... Так. Где у нас кисть? Так. Отлично. Нажимаем на цвет. Цвет будет у нас охристый. Просто подзабыл слегка. Вот. Всё. Далее нажимаем снова пером. Правая кнопка мыши по перу. Выбираем здесь выполнить обводку контуром. Выбираем здесь кисть, которую мы только что создали. Окей. И у нас она обвелась. Нажимаем... Так. Вот фигня. Отлично. Так. Теперь молодцы. Мы нажимаем Ctrl-Alt-Z и отменяем всё это, что мы с вами сделали. Я ошибся. Извините. Мы создаём новый слой, на котором мы это всё будем делать. Это мы делали на фоне, а это неправильно. Отлично. Итак. Создаём ещё раз наши вот эти вот... Для чего мы создаём на фоне, на новом слое? Для того, чтобы не трогать фон. Если мы его будем трогать... Как бы сказать... Мы будем применять специальные свойства для нашего каждого слоя. То есть, если что, например, мы можем удалить нашу вот эту вот линию, если она нам не понравится, да? А с фона мы уже ничего не удалим. Мы будем стирать только. А стирать мы будем вместе, естественно, с фоном. То есть, всегда делайте на новом слое. На этом я понятно объяснил. То, что фон это отдельно, чтобы у нас там был. А все остальные эксперименты на следующих слоях. Если что-то не понравится, мы его... Допустим, этот штрих. Мы его удалим. Просто удалим новый слой и всё. Этого не будет. Отлично. Всё. Так. Ну, нарисовали. Всё. Так. Ещё раз. Выполняем обводку контуром. Есть. Окей. Выполнить обводку. Два раза нажимаем delete. У нас удаляется этот контур. О, удаляется это перо. И остаётся лишь контур. Круто. Далее ещё раз сделаем. Давайте, я думаю, на новом слое это сделаем. Такие вот какие-нибудь резкие штучки. Электрические, да? Ну, или что-то в этом роде. Правда, они более узорчатые. Ну, хорошо, сойдёт. Выполним... Так, нажимаем перо. Выбираем слой. Выполнить обводку контур. Окей. Новый слой. Так. Пустое место. А, да. Два раза delete. Забываю. Новый слой. Как там у нас? Да, где-то так. Здорово. Опять. Ну, даже можно поменьше размер сделать такой, хотя бы выполнить обводку контур. Окей. Два раза delete. Ставим ещё один слой. Куда нам ещё-то впендюрить эту штучку? Ну, давайте сюда. Так. Отлично. Выполнить обводку контура. Ну, всё, уже на автоматизме. Ну, на одном и том же слое сделано, ничего страшного. И... Ну, давайте где-то у нас... Да, давайте вот здесь. Отлично. Выполнить обводку контура. Всё, всё супер, всё шикарно. Далее, далее, далее. Нам необходимо... Нам необходимо создать... Так. Клеить стиль слоя. Чтобы она... Чтобы она светилась. Что я сделал? Нажимаем два раза на нос, на наш слой. Здесь у вас всё пусто. Выбираем внутренний тень. А, внутренний тень. Так, это пока не трогаем. Нажимаем внешнее свечение. Здесь мы выбираем, чтобы у нас светилось всё. Это осветление основы. Элементы. Вот главное, чтобы у нас всё светилось. Это размах. То есть, ну... То есть, ладно, это размах, короче. И... И размер. Размер. Ну, например, увеличим размах, увеличим размер. В общем, поиграйтесь с настройками. Я думаю, здесь не должно возникнуть сложностей отмена. Нажимаем два раза сейчас. Вот. Внешнее свечение. Да, мы выставляем 0 и 18. Отлично. Цвет выставляем жёлтый. Да, цвет жёлтый. Вставляем. Дальше шум не нужен. Это чтобы рябь такая была. Это нам не надо. Непрозрачность. Ну, это невидимо. Это глупо. Сто процентов вставляем. И осветление основы. Это главное, да. Чтобы у нас... Основа была светлая. Логично. Так, это тоже оставляем. Далее ведём наложение цвета. Цвет здесь выбираем белый. Внутренняя тень. Ну, её вообще даже можно убрать. Она, в принципе, роли особые. Ну, на данный момент у меня не играет. Но у меня здесь стоит осветление основы. Это если только внутреннее свечение. И то оно тоже. Всё, окей. Вы создали. И чтобы не создавать далее, мы нажимаем правую кнопку мыши. Скопировать стиль слоя. Нажимаем на любой слой, который нам нужен. И здесь нажимаем вклеить. И применяется к каждому слою. Можно, наверное, выделить все и сразу вклеить. Сейчас попробуем. Нет, нельзя. Да, всё можно. Это Photoshop. Тут всё можно. Так. Дальше нажимаем сюда. Первый слой и пятый слой. С зажатым Shift-ом Ctrl-G. Создаётся группа. Вот здесь выбираем линии. Так. Не появились линии. Всё понятно. Всё верно. Круто. Далее. Нам необходимо создать кое-какой интересный свет. Flyer. Это вы можете скачать в интернете. Эти Optical Flyer. Или как там правильно называется. Это очень красивый свет. Открыть. Очень. Всё это круто. Без него никуда. Перемещаем его. Берём инструмент перемещения. Перемещаем. В интернете скачайте. Так и видите. Прямо. Flyer для Photoshop. Отлично. Здесь выбираем функцию экран. И. Куда я её там поместил? Вот сюда. Ctrl-T. Ctrl-T для того, чтобы её редактировать. Вот так тянуть, растягивать. Круто. Помещаем вот сюда. Так. Отлично. Всё. Далее берём. Ну, чуть-чуть ещё надо уменьшить. Я думаю. Сейчас. Ctrl-T. Круто. Стрелочками, чтобы по миллиметрику вот так двигать. Стрелочками. И давайте подотрём ластиком, чтобы он у нас всё. Вот эта линия. Видите, это всё-таки линия у нас. Как-никак. И чтобы убрать эти грани, нам нужно взять ластик и поставить мягкость на ноль. Жёсткость на ноль, точнее. И подтереть. И здесь тоже мы должны подтереть, чтобы был вид такой, будто бы светится. Ну, а тут-то откуда-то. В принципе, это не обязательно, но если хотите. Видите. Так. По-моему, круто. Хорошо. Хорошо, хорошо. Далее нам необходимо сделать следующее. Сейчас мы попробуем поэкспериментировать. И берём, нажимаем на кисть. Убираем тот же, тот же, тот смыть, как просто идеальная, идеальная линия. Надо было так создать. Прямо вообще... Ну, надо же. Ладно. Выбираем ахаристный цвет, нажимаем ОК, берём кисть, увеличиваем её. Создаём новый слой. И здесь, наверное, стоит так порисовать. Раз. И раз. Здесь выбираем функцию разделить. Круто, да? А лучше, знаете что, давайте отмениваем это всё. И сразу выбираем функцию разделить. Так. Да. Разделить. И порисуем тут. И вот тут. И самое главное, что у нас начинают светиться эти... Эти самые линии. Круто. Ничего страшного, можно потом подчинить это всё. Берём, например, ластик. Починить, в смысле. И потираем текст, чтобы он у нас так сильно не светился. Вот, например, так. Да. Но это не всё ещё. Берём здесь, нажимаем на функцию... На... Так, сейчас скажу, как она называется. Да, она не называется никак. Как это называется, но я не знаю как. В общем, нажимаем на этот полукруг. Точнее, круг... В общем, неважно. И выбираем здесь кривые. И начинаем... Убирать... Убирать оттенок, который нам нужен. Здесь мы указываем... 86... 54... Ой, пардон. 54. Создаём третью точку. 147... 113. Всё верно. И... И третью. Нажимаем на неё. Так. 195... 211. Отлично. Ну, вот, собственно, получилось что-то. Что-то да получилось. Да. Ну, конечно, результат не тот пока что. Потому что мы ещё не всё доделали. Отлично. Нажимаем, берём ластик. И здесь мы... Ой, пардон. Не кривые. Слой. Нажимаем на слой 7. Это где у нас мы накалякали цветом. Подтираем это всё. Так вот, отлично. Здесь этому тоже можно что-нибудь да подтереть. И вообще, здесь, если вам что-то не нравится, как-то слишком контрастно, можно это увеличить. Ой, уменьшить, например. Вот тут, видите, да? Контрастно достаточно. То есть, например, поставить в непрозрачности, там... Ну, давай 66 оставим. Берём дальше цвет. Ой, кисть. И также можем подрисовать ещё здесь эту самую вот эту вот... Ну, подсветку, можно так сказать, да? Только на этом же слое всё делаем. На этом же. Так, отлично. Всё шикарно пока что. Далее нам, я думаю, необходимо взять ластик и подтереть эти буковки, которые у нас... Они у нас более всё-таки контрастные, да. Так, они у нас не стираются как раз-таки. Мы, наверное... Они, наверное, у нас и так чистые. А, мы в кисть взяли. Нам ластик нужен чуть-чуть. Да, вот теперь они будут стираться. И если мы хотим что-нибудь сделать с ними, но там более контрастно... У нас есть такой инструмент затемнение. Можно попытаться, допустим, взять какой-то серый... Только делать это нужно на фоне. Вот здесь. Ну, на фоне. Затемнять что-нибудь будем. Мы затемняем тот слой, который нам нужен. То есть текст. Ну, сделаем более контрастно. Тени там, все дела. Это очень круто. Это очень интересно. Даже можно там тень такую нарисовать. Типа тень. Как видите, текст у нас преобразился, да. Вроде бы. А, кстати, я знаю, что тут ещё не так. Здесь, например, не так. Ну, сейчас уже не дать такие нюансы, скажем так. Здесь немножечко более тусклый вот этот вот свет. Да. Да-да-да. А этот тоже давайте убавим слегка. Вот, отлично. По-моему, вообще идеально. Ну, не идеально, конечно, но достаточно круто. Да, очень похож. Мне достаточно сложно было воссоздать что-то подобное. То есть, сами подумайте. Два раза создать один шедевр. Да, я с ним побоюсь этого слова. Два раза. Два раза нарисую монолизы, да. Там два раза создай один тот же. Работаю достаточно сложно, согласитесь. Мне... Я вот с трудом, но вот как-то попытался воссоздать что-то подобное. И выглядит это, я думаю, очень круто. Урок я делал. Также мне написали в комментариях, что сделаю урок. Там, пожалуйста, да. Там один пользователь. Ну, я думал вообще его сделать. Ну, думаю, раз написали, думаю, ну, почему бы и нет, да. Так что спасибо вам тем, кто посмотрел. Еще большее спасибо тем, кто поставит лайк и подпишется на эту красную кнопочку. Внизу нажмите, да. Далее нажмите пальчик вверх, чтобы видео слегка выросло, скажем так, да. И заодно вы добавите его в избранное, в понравившийся, в плейлист понравившийся. Может быть, оно вам пригодится. И тем более хуже от этого никому не будет. Мне сделайте приятное, поставив лайк и подписавшись. Вот. То есть... В общем, спасибо большое, если вы это сделаете. Буду вам очень признателен, очень благодарен и все дела. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok